Так получилось, что мы еще занимаемся образовательным туризмом, мы много работаем с детьми в разных регионах, проректируем с ними, всякие инженерные школы проводим. И у нас, когда мы изучаем робототехнику, есть такая концепция, что мы программируем роботов, и дети в какой-то момент отвечают на вопрос, может ли робот быть умным. Единственные критерии, по которым они эту умность или интеллектуальность, развитость робота находят, именно такая, что глупые роботы просто выполняют задачи. Роботы чуть-чуть поумнее ходят и взаимодействуют с другими роботами, если им это опять же запрограммировали. А роботы, которые более интеллектуальны, они понимают, что есть другие, являются источником какого-то ресурса и находят возможность с ними коллаборироваться. Хочется, чтобы мы с вами были чуть более умными роботами, думали про кооперацию. И история про их систему может быть значительно шире, чем даже местная деревня или что-то, что находится рядом. Действительно могут быть и два разных этнопарка, или эко-парка, которые меняются, меняются аудитории друг в друг. Ну и плюс, как сегодня уже было с Сергеем сказано, экосистема просто тупо выделяет больше денег. Когда вы заходите как территориальный проект, причем достаточно большой, например, который не просто объединяет 100 гектаров, а когда это территория сразу нескольких населенных фрунтов, вы можете выходить на районную или региональную администрацию, и там, смотрите, уже совершенно другие меры поддержки для вас, как для группы разных компаний. Наш собственный проект, про который я рассказал, про мельницу Space, мы таким образом изначально и шли. Мы проанализировали все, кто ездит у нас в районе, а территория Заутского района, она сопоставила с Москвой, ну объем, да? А также начали смотреть, кто находится в пределах 50-70 километров, чтобы понимать, можем ли мы отправлять им свою аудиторию, и они нам свою в том числе, и начали с ними смотреть, какие связи можно с ними простроить, причем разные, не только технические, не только туристические, но в том числе образовательные, например, делают с местными филиалами вузов какие-то проекты. Более того, поскольку у нас в районе не очень много таких географических объектов, которые можно было бы назвать не как Горджей Московского, Байкала, мы стали смотреть, есть ли у нас возможность присесть на какой-нибудь другой бренд. И мы придумали, его на самом деле до нас не было, мы придумали название «Микрорегион АК». Вот есть река АК, наверняка вы знаете, да? А мы придумали, что здесь «Микрорегион АК» — это все, что входит в такой поиск, который находится вокруг АКИ. И начали его институционировать, начали на нем ехать, узнаваться и так далее. В том числе взаимодействовать. Вплоть до того, что мы, например, работаем с администрацией Орла, с администрацией Рязани, и мы тоже потихонечку с ними эту тему «Микрорегион АКУ» окучиваем. И несмотря на то, что напрямую мы не являемся поставщиками аудитории для Орла и так же, как он для нас, но с точки зрения развития инфраструктурных проектов мы являемся партнером, потому что мы качаем одну и ту же большую экосистемную тему. И кажется, что, знаете, сейчас есть очень модная тема, может быть, вы встречали или ваши дети вам начинают говорить про метавселенную. Начал ее от Суперберг, с Фейсбуком, в прошлом году об этом активно говорить, сейчас это прям новое модное словечко. И я предлагаю вам подумать в такую сторону, может ли ваш проект стать центром новой метавселенной, метавселенной смыслом, да, вот как Алькон, например, он на это может претендовать, да, или другие ваши проекты, даже сова, казалось бы, с сувениркой тоже может стать центром какой-то вселенной смыслов, не обязательно физически приложенной. Но здесь важно, чтобы для вашей аудитории вы стали чем-то большим. Чем-то больше, чем маршрут, чем-то больше, чем место, чем-то больше, чем гостиница. Хотя и походи будут приезжать чаще и больше, это на своей шкуре. Несколько месяцев назад нам поступил запрос на то, чтобы поработать с территорией, которая находится под городом Переславль-Залезки. Переславль-Залезки входит в Золотой кольцо, а территория эта находится в таком странном месте. Десять лет назад там должны были сделать мета-экопарк, то есть это была территория примерно 10 тысяч гектар, на которой должно было расположиться 10 крупных сетевых отелей, и вокруг было бы экопарк, типа на все случаи жизни, что называется. Но за эти 10 лет единственное, что произошло на этой огромной территории, это вырос один отель Азин. Один отель, и вокруг него 200 гектар памяти. Ничего. В конце концов, инвесторы сказали, как бы 8 миллиардов закопаны зря, давайте что-нибудь сделаем уже, чтобы их отлить. И вот нас пригласили к тому, чтобы спроектировать эту территорию. И мы стали на нее смотреть именно как раз в разрезе разных уровней, разных масштабов экосистемы. Оказалось, что для этого места, если оно разорвется в какой-то тип парка, оказалось, что есть много потенциальных посетителей, не только из Москвы, кормилицы, которые, конечно же, в первую очередь 60% людей обеспечивают, но и из других городов Золотого Кольца, как ни странно, хотя часто привыкли думать, что они друг с другом конкурируют, но на самом деле нет. И из других городов, которые не являются Золотым Кольцом, и даже Тюмень готова прилетать в Переславль-Залезский, если там будет что-то достаточно интересное. Ну, то есть, это реально мы исследовали, проводили. Кроме того, мы поисследовали, что там находится на этой территории, вокруг, и выяснили, что существует такая штука, как Переславское Аполье. Это историческая территория, которая размером была больше, чем Москва, и на которой было множество разных городов. она незаслуженно забыта. Сейчас у нас появилась возможность бренда осыплать. И вот мы этим занимаемся. Почему я все это рассказываю? Про них, про ребенок, про Аболь и так далее. Что если у вас есть возможность провести небольшое этнографическое исследование, вытащить еще, если этого не делать, вытащить еще какую-то информацию про бренд, который был незаслуженно забыт, или недостаточно разработан, вы можете его использовать как флаг или тот флагман, на котором вы будете ехать. Это очень важная штука, которая вам может очень много сэкономить. Вот. Ну и, к слову, если мы будем с вами не конкурировать, а кооперировать, то у нас с вами будет гораздо больше поводов для того, чтобы люди вернулись. Я не смешно вам скажу, что когда мы начинали работать как отель, то первое, что мы стали сделать, мы собрали информацию вот про все другие точки размещения, мини-отель всякие, которые были вокруг и сказали, вот типа, ребята, вот мы, если что, отправляйте клиентов к нам. И они такие смешат мысли. Мы же конкуренты, как бы, зачем? Вот. Мы говорим нормально, мы к вам своих будем отправлять. Почему? Потому что это профилактика. Потому что к нам люди приезжают 5, 6, 10 раз. Но в какой-то момент они устают, и они сами начинают искать другие места. Я лучше его на пятый раз отправлю куда-нибудь к своим знакомым, да, и скажу, вот смотри, есть вот там 15 минут езды от меня, классное место, поезжай и посмотри. Я остановлю для него окно возможностей. Для многих людей, которые приезжают в Тульскую область, Тульская область начинается с нас, только потом уже с Тула, и только потом уже другие какие-то места. Потому что они знают, что у нас они получат информацию о всяких разных удовольствиях. Мы не стесняемся делиться нашей аудиторией с другими площадками, и спустя 2 года другие площадки тоже начнут в свое удовольствие делиться. Конечно, это не сразу происходит, здесь должно возникнуть доверие. Но это штука, которой просто нужно доработать. И вот еще такой интересный момент, что многие говорят, ну, я вот поделюсь своей информацией, я отправлю своих клиентов, а обратно ничего не получу. В Суздале у нас сложилась такая же примерная история, большое недоверие всех друг к другу, и все не хотят друг к другу наружить. Что сделала команда «Осмысл», которая входит в наш рабочий консорс. Они придумали концепцию ключей от Суздаля. Ну, то есть Суздаль – город сокровенный, город такой как бы тихий, и там есть очень много скрытых красот, скрытых людей, скрытых каких-то смыслов, которые вот просто так, голубым по европу за трехчасовой вкус никогда не увидишь, потому что нет вариантов, да? Но есть так называемые ключи, есть держатели этих ключей. Редкие экскурсоводы, местные жители, у которых на территории частных домов, частный музей, куда тоже просто так с улицей не зайдешь и всякие другие вот штуки, вплоть до того, что, например, такой маленький магазинчик местных напитков, которым владеют бывшие мэр Суздаля, и так далее. Много мелких вещей, про которые вы можете не знать, но если у вас есть ключи от этих мест, полусловные ключи, там информация, вы можете их найти. И в содружество тех, кто этими ключами владеет, Суздаля, входят несколько десятков таких мест. И они говорят каждому посетителю, собери все ключи. Помните как это? Собери все билиши, собери собаку, да? Так же и здесь. Собери все ключи, и будет тебе счастье. Какое счастье не ожидает, что нам придумают. Но когда мы говорим, что мы все являемся братством кольца, и мы все посчитаны, это совершенно другая история, чем когда мы просто делимся, боимся, не доверяем, прячемся и так далее. То есть это рабочая система. Вот пример, кстати, того, что мы когда для нашего проекта Поле отель, о котором я сейчас коротко расскажу, подбирали партнеров и резидентов, мы сразу же смотрели, кто из них может привозить нам аудиторию. Ну, например, мы думали, так, на этой территории мы хотим заниматься образовательным туризмом, нам нужен кто-то, кто будет давать нам образовательный контент. Ну, то есть ради чего люди будут приезжать к нам там учиться. И вот мы общаемся, например, с колледжем IT Hub, такой большой проект московский, у них много учеников. Мы говорим, ребята, вы готовы были у нас лекции проводить? Они говорят, да, слушайте, а мы давно место ищем от наших конвент ежегодных, это 4 раза будет проводить. Нам нужна большая территория, чтобы собираться вместе. Они говорят, вот же они. Они говорят, ну классно, все по руках. И мы всегда исходим с того, что если есть какой-то поставщик сервиса, он уже может стать и поставщиком аудитории. И вот у нас здесь зелененьким отмечены те, кто не только готов нам услуги оказывать, но и свою аудиторию. То есть у нас уже потенциально и резиденты технические, и резиденты трафик такой получаются. Не говоря уже про местных, всяких которых мы тоже опросили. И когда вы эту карту используете, можете сделать из нее циферки, то тогда получается, что вам выгоднее показывать даже никакой у вас там, не знаю, охват в медиа, там, не знаю, 12 миллионов или там 5 миллионов. Никто же на самом деле не знает, но это или мало. А вот когда вы говорите, что мои резиденты мне потенциально в год могут завести 10 тысяч человек, то это поверка не банка, тем не менее. Эта цифра уже можно с чем-то сравнить, и она уже не виртуальная, она уже вполне реальная, и для вас понятна, и для ваших инвесторов, и для властей. Вы уже можете прикидывать трафик, к примеру. Хочется, чтобы вы делали упор на такие вот вещи, когда делаете анализ и думаете про своих будущих президентов. Что они могут вам обеспечить? В том числе вот там Роман. Если вам будет хаски, то сколько они вам принесут, сколько они обычно делают аудиторию, и сколько в этот раз у вас потопчатся на этой земле людей. И когда мы этот проект разрабатывали, то мы поняли одну очень важную вещь. Вот у нас есть отель посреди поля, прямо такая коробка торчит, и дальше поля. Американцы называют такое место fucking middle of nowhere. То есть место нигде. Да, и мы придумали такую идею, что поле русское, классическая история про бескрайнюю боль, бескрайнюю русскую душу, что если ты хочешь осваивать поля, хочешь в этих полях находить какие-то новые смыслы, то надо делать это не в одиночку. И вот у нас родилась концепция про то, что один поле не ходит, а особенно, особенно когда у нас локдауны, и всем приходится запираться в квартирах или в городах, то выезжая в большие поля, где много пространства, можно заново переживать, можно заново перерабатывать, работать в смысле по-другому, совершенно общаться. И так далее. У нас родилась концепция поля отеля. Как раньше, помните, 20 лет назад слово парк, отель могло вызывать у кого-то смерть. Вы определите, вы парк или вы отель. Сейчас это нормально. У нас родилась новая идея, такая концептуальная категория поля отель. И мы придумали, что можно приезжать в поле, в пустое вообще поле, ничего нету, ради трех вещей. Ради перезагрузки отношений с детьми, ради перезагрузки здоровья, почему история про Чикапа здесь тоже вылезает, и ради перезагрузки деятельности. То есть начинать по-другому здесь работу, особенно если есть возможность работать удаленно, это сейчас очень удобно. А дальше из этой платформы мы уже смотрим, а какие сервисы мы можем сюда прикрутить. То же самое, Чикап Центр. С него вообще все начинается. Люди приезжают, проверяются, такие, окей, а теперь у нас для тебя есть маленькие спа-предложения и все они объединены в программу. Эти программы можно проходить в течение года и так далее. Досуд для детей, каворкинги, особенно востребованная тема это каворкинги и зоны для домконференций. Друзья, и это вообще. Я понимаю, что, конечно, во многом вы работаете с массовыми туристами. Во многом, наверное, с автобусами туристами. Ехать вообще не интересует. Но у нас, знаете, в пределах 300-400 км от Москвы наш турист это человек, который полдня проводится ноутбуком. а еще там третьего него там женат и так далее. У нас, в общем-то, такая аудитория непремиальная, но занята. Вот. Не знаю, насколько вы на нее ориентируетесь, но для нас это достаточно важно. Поэтому мы во всех наших проектах обязательно рассматриваем вот эти составляющие. Кого? Внизу. Зоны для фотосессии обязательно. И еще, конечно, место или сервис для того, чтобы можно было там провести. Вот. И когда мы смотрим на поле, в котором нет ничего, мы понимаем, что наполнить его смыслом могут только люди. А люди в большом количестве приходят на какие-то необычные мероприятия. А эти необычные мероприятия становятся брендами только тогда, когда мы придумываем какой-то необычный досуг. И вот, например, Альхон. Что вам мешает сделать ледовое побоище? В общем-то, ничего. Лед есть, люди есть, дальше осталось правильно всех организовать, да? Или котов имени Александр Несква. Это? Это жестко будет, если бы не стало, как у ледового. Я вообще не в этом смысле, но мысли интересные, мне нравятся вот ваши мысли, да?